Улица, о которой сегодня пойдет речь, особо известна сильная половина горожан. Именно здесь расположен военный комиссариат города Гродно и Гродненского района. Гроза молодых ребят призывного возраста обосновался на улице Богдановича. О ней наш сегодняшний рассказ. Эта улица начала застраиваться в первой половине 19 века. На плане города 1882 года она уже обозначена, но название еще не имеет. Первое название, Малосадовое, впервые в документах появляется в 1888. Чуть позднее улица становится Садовой, затем снова Малосадовой, ну а потом Огродовой. В 1937 году решением городской рады улице присвоено имя генерала-бригады, командующего военным округом Александра Литвиновича. После войны улице вернули название Огродовое. 1959 год обозначился масштабным событием. В тот год была проведена всесоюзная перепись населения. А чтобы в адресах, улицах и фамилиях не возникла путаница, за два года до той самой переписи была затеяна подготовка к ней. Именно тогда названия городских улиц упорядочились, а улица Огродовое стала улицей имени Максима Богдановича. Принято считать, что семья Богдановича проживала в доме номер один на Малосадовой улице. В нем сейчас находится музей. Но в действительности ребенком Максим вместе с родителями жил в другом месте. В июне 1947 городская газета опубликовала два снимка домов в Гродно, в которых жила семья Богдановича. Один из них по адресу улица Огродовое, 7. Возможно, это и есть точный адрес. Хотя другие сведения говорят о том, что Богдановичи проживали в доме номер 5. Впрочем, и тот, и другой дом в середине 60-х были снесены. До войны тихая улочка в районе Новый Свет не отличалась известностью. Здесь не было предприятия и организации. В доме номер 10 работала продуктовая лавка Фарберовича, а в доме номер 5 проживал торговец Наум Пальниц, который известен тем, что в 1927 году был избран в городскую раду. В 1970-е во вновь в построенном пятиэтажном доме номер 6 открылась ученическая парикмахерская, а в доме номер 4 с послевоенных лет и до сего времени находится городской военный комиссариат. Такова небольшая история такой же небольшой и тихой улицы Богдановича. Субтитры создавал DimaTorzok